Мой сын Роман, украинский доброволец, после тяжелого ранения. Он потом опять продолжит жизнь в наркотическом и алкоугаре. Могу ему помочь, он изменится к лучшему. Вопрос ваш немножечко непонятен. То есть я совсем не понял, он в данный момент находится в наркотическом и алкоугаре или он все-таки не находится. То есть вы не очень, я понимаю ваши эмоции, вы скорее всего напуганы и скорее всего боитесь. Но видимо уже проблема существует. Раз вам такая идея пришла и видимо проблема уже назревшая. Можно ли каким-либо образом помочь ребенку, который принимает алкоголь и наркотики? Конечно можно. Есть целый ряд эзотерических практик, которые в действительности могут помочь ребенку. Первое, что нужно запомнить. Перед тем, как вы будете выполнять эзотерическую практику с человеком, которого вы любите, вам необходимо отбросить все или всю ненависть и претензии, которые у вас есть к этому человеку. И после чего ощутить или оставить исключительно проявление добра. Любая эзотерика и любая магия эффективна, если ее делать исключительно через положение или внутренний настрой хорошего отношения к человеку. Если нет хорошего отношения у вас к человеку и очень часто, если есть ненависть по отношению к вам, то такая магия, она может не срабатывать. Но тем не менее, в случае если есть мама и есть сын, то на правах матери и на правах одной крови можно использовать данную эзотерическую практику, которая показала свою мегаэффективность и которую я сегодня хочу с вами поделиться. Итак, моя практика, которая называется «Как помочь человеку избавиться от зависимости нарко или алко». Что необходимо сделать? Вы должны разделить человека на две части. С одной стороны человек, который является наркоманом или алкоголиком, врединой и каким-либо другим человеком, который вас разочаровывает, расстраивает и так далее. И понять для себя, чем он отличается от человека, который вам знаком. То есть, скорее всего, у вас есть знакомство с двумя абсолютно разными людьми. Человеком в алкогольном опьянении и человеком, который трезвый и хороший. Для себя вы должны четко представить с начала или в самом начале абсолютно хорошего. Можете представлять его любого возраста. Он может быть маленьким, грудным, он может быть взрослым и так далее. Постарайтесь убрать воспоминания по отношению к этому человеку максимально, представляя для себя идеализированный образ данного человека, сына или близкого человека. Обнимите его. Это вторая часть данной практики. Мысленно обнимите, погладьте и скажите «Я тебя обожаю, ты мой хороший, у тебя хорошие ручки, хорошие ножки, хорошие глазки». Обнимите его, поцелуйте этого человека. И после этого представьте второго человека, который находится от него, скорее всего, по правую сторону от этого человека, то есть за правым плечом этого человека. И представьте там второго, то есть полная противоположность этому хорошему, тот плохой, который является алкоголиком, врединой, мямлящим или, я не знаю, там, закинутым, каким-то, который вам 100% не нравится. Придайте ему качества, максимально страшные, пугающие вас и максимально вам ненравящиеся. После чего скажите «Мы тебе не рады, я со своим сыном тебе не рады, пошел вон отсюда». При этом мысленно, представляете, будто берете веник, бьете его этим веником и выгоняете из своей квартиры. Говорите «Иди к тем, кто тебя создал, они заждались. А этому, которого вы гладите маленькому, говорите, я тебя прощаю». К сожалению, данный метод может работать эффективно, ну, процентов на 90, наверное, исключительно с моими учениками. Так как мои ученики перед началом данного метода говорят, я беру прибежище в эзотерической школе Кайлас и в своем учителе Андрея Дуйко. Но для обычных людей данная практика будет, ну, практически слабо выполнима. Поэтому в случае, если вы являетесь учеником моей школы, на здоровье пользуйтесь, я специально это даю для вас. В случае, если вы не являетесь учениками школы, вам ничего не стоит начать мое обучение на сегодняшний день. Обучение первой ступени в варианте 2016 года выложено совершенно бесплатно, прямо на этом канале в YouTube. Для этого достаточно просто написать первая ступень школы Кайлас Андрей Дуйко или начать обучение первой ступени школы Кайлас для того, чтобы начать проходить мою первую ступень. Также есть платная версия первой ступени эзотерической школы Кайлас. Она достаточно дорогая и очень отличается от старой версии. Дарю сегодняшний метод. Для того, чтобы данный метод работал сильнее, есть определенный слог. На вдохе ях, а на выдохе гер. То есть, если обнимать и гладить, то прогоняние того человека, который является, или его клона, или его дубля, как я называю, того человека, который принимает алкоголь, можно усилить его уход в случае, если произносить ягер. Не забывайте заканчивать практику словами «я прощаю тебя», мысленно запечатывая человека указательным пальцем с построением шести ваджр, которые находятся с разных сторон. А это еще что такое «проходите первую ступень», я об этом всем говорю.